За кубок председателя Государственной Думы боролись почти 100 добровольцев. Специального отбора для участия не было. Спуститься по 300-метровой трассе мог каждый желающий, кто умеет стоять на лыжах или сноуборде. Для Натальи Зайцевой тренера по биатлону это первый сезон на сноуборде. Однако стоит на доске уверенно, поэтому решила побороться за кубок. Первый раз участвую в подобных соревнованиях. Решила преодолеть свой страх. На сноуборде стою первый сезон. Поэтому это такой шаг для меня очень серьезный поучаствовать в соревнованиях подобного плана. Главное не падать. Ну и хочется, конечно, выиграть, но я думаю, будет нереально. Потому что участников очень много, все уже катаются не первый год. Десять лет депутат фракции КПРФ Александр Ющенко занимается горными лыжами. За это время освоил не только российские горные склоны. Еще два года назад восхищался сочинскими олимпийскими трассами во время зимних игр. А в этот раз решил попробовать свои силы в качестве участника соревнований. Жена будет участвовать у меня, и дети будут участвовать. Поэтому я тут приехал с семьей показать, посмотреть, чтобы все прошли эти трассы, посмотреть, что у нас горнолыжные курорты Краснодарского края и вообще России являются мирового уровня. Я думаю, что они могут быть примером, собственно, и другим курортам. Победители определяли в три соревновательных дня. В итоге среди сноубордистов первое место занял представитель Государственной думы Савелий Белый. А вот в командном зачете сильнейшей стала сборная Краснодарского края и Сочи. Турнир за кубок председателя Госдумы прошел впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.